Девушки отдыхают И нами, и всеми вами хлопайте, Роман Мадянов Спасибо Роман, спасибо огромное, что это нам пришло Не за что, Ванечка Ну мы с вами неплохо готовили в прошлый раз что-то рыбное И что-то мне подсказывает, что рыбное будет и сегодня Да Итак, что же сегодня? Традиционно Сегодня, Ванечка, стремительный вариант, самый замечательный Я не знаю, я его очень люблю, очень давно его готовлю Я не знаю, как это называется Это называется, можно назвать и рыба под маринадом Это можно назвать рыбу с овощами Давайте начнем роман строгать Это изумительное блюдо чем? Потому что разнообразие рыб Ванечка, ты же знаешь, оно гигантское Можно сделать что-то шикарное, изысканное из тунца Это может быть из меч рыбы, из каких-то экзотических рыб Это может быть и заканчивая студенческими делами И в студенчестве это дело... Студенческие дела, килька Если ты помнишь, сколько стоил лук Лук? Ну, ты этого не помнишь Как-то не помнишь, у меня отец в луке Хорошо, что-то ты помнишь Сколько стоил лук, морковка Лук, морковка, не стоили ничего И то, чем кормили кошек Ментай, ледяная Ментай, ледяная Треска, прелесть Изумительная рыба Вкусная рыба Рассказать мне немножечко про Палтус Я вот про Палтус, да Но поскольку... Давайте я два слова скажу Те, кто нас постоянно смотрит, знают Кто любит Романа Мадянова Просто это знают как отче наш Что Роман Мадянов Человек, у которого несколько страстей И одна из них Это ловля рыбы Рыбы И Роман это тот человек Да, ножи там, все верно? Да Роман это тот человек, который рыбы поймал В своей жизни много Много И важен тут, конечно, процесс Режем лук Режем лук Параллельно Чтобы не терять время Каким образом? Каким образом? Просто полукольцами Полукольцами, быстро Режем пополам И достаточно крупно Режем вот так Достаточно крупно Чтобы выкладывать это так же, да? Конечно Так Сейчас я тебе все расскажу, объясню Палтус, это изумительная рыба Я единственное с научной точки зрения Я тебе не могу сказать То ли он отряда рода этих самых Камбаловых Слушайте, давайте Заравеще так Палтус, он из отряда Палтусовых Я, к сожалению Было однажды две семьи Палтусовой и Камбаловой И их дети полюбили друг друга Да Ловят его Крупного Ловят его, кстати говоря Я, к огромному сожалению, ни разу так и не попал на эту рыбалку Рыбалка с Палтусом Его ловят в Норвегии, Ваня Это прелесть Ты представляешь, что это Бандура, вот таких размеров Она до 160 килограмм Палтус? Палтус Палтус 160 килограмм Можешь себе представить? По 200 Да я себе Палтус Его поднимают с 300 метровой глубины на морской рыбалке Вот в Норвегии Гигантскими спиннингами Стоп, стоп, стоп И надо быть очень физически 300 метров леска туда уходит? Ну 300 метров глубина То есть это ни сеткой, ни с динамитом? Да ты еще во фьордах Нет, никаким динамитом Ты что? Ром, ну я хотел уточнить Ну как? Вот я слышал о том, что в Норвегии фантастическая рыбалка Это же такая скандинавская Ну вот одна из самых И что же Одна из самых Вы ни разу не были там? Ну ты представляешь Вы человек, который Вот мне не удалось Которого прозвали грозой горбуши? Грозой горбуши, нет Вань, вот не удалось Грозой горбушки Не сложилось, не получилось Так Вань, дай мне терку, пожалуйста Терочка Надо натереть Ну штру морковочку Сколько? Ну штучки надо 3-4 Ну что? Поментали, все натираю 3-4 морковочки А я натираю внутрь, прям туда Натираю морковочку Были мои очень хорошие друзья В Норвегии Я тебе могу сказать Нехилые ребята В физическом отношении Правда, да? Вань, один человек просто Не может вырешить это Ну это нереально А какой же толщины Ну просто передавали Какой же толщины леска Ну как океан Да вот, такая леска Ну как океан Такой толщины Ну не такой толщины Меньше Сейчас современные Сейчас современные Рома, завод Я просто Я клянусь Был на выставке Вот Съездил Серьезно? Съездил, ну посмотрю Специальную выставку для рыб Друзья, поаплодируйте Пожалуйста Знаете, я почему спрашиваю? Потому что я честно Я признавался в этом уже неоднократно Я за всю свою жизнь Не поймал ни одной рыбки На рыбалке я был 4 раза 4 раза где? Ну один раз Первый раз я ловил в Неве Значит я рассказываю Это чистая правда В Неве? В Неве Чистая правда В Неве Это трудовая рыбка Это трудовая рыбка Да Она еще Троцкого видела Это рыбка Ее еще Троцкий выпускал Из аквариума Шесинской Значит я На каком пруду где ты был еще? Нет, я рассказываю Я маленький У меня был велосипед Мишутка Мне было 6 лет Это чистая правда Мишутка Я поехал на велосипеде Мишутка И у меня была удочка Мне едала мама Мама в рыбалке Мама актриса Так И не все актеры и актрисы Разбираются в рыбалке Поэтому удочка была Спиннингов дорогих не было Складных Я понял Удочка была длиной Как три мамы И я поехал с этой удочкой Через весь Ленинград На велосипеде Мишутка В 6 лет Со своими друзьями Которые были гораздо старше И мы ловили Вот я помню Напротив тюрьмы кресты рыбу Ох как хорошо Какую? Я не знаю Потому что я ее не поймал И я после этого Я почему говорю После этого Я как-то руки опустил Охладил Да Я как-то Я в общем для себя решил Знаете Лучший способ защиты нападения Я решил А я вот не буду ловить рыбу Вот буду я всем говорить Что ни разу Ни одной рыбы не поймал Но сейчас-то По сравнению с теми годами Уже есть И компактные удочки И я не знаю Какие-то штучки И наверное Какие-нибудь инфракрасные делишки И какие-то ультразвуковые Эхолоты Которые только Я тебя сейчас поправлю Которые ловят только рыбака А не рыбу Так что ты не обольщайся Если будет тебе мигать И пикать Что ты еще что-то поймаешь А то есть все-таки Старый проверенный способ А вот знаете По телевизору Иногда показывают Вот такие штучки На которые вот они плывут И рыба даже жареная На них прыгает И сразу в мусор И какие-то живые И вот сразу в мусорное ведро Купил И сразу в мусорное ведро Все в обман Ну в лучшем случае Может быть на даче Куда-нибудь приделаешь Может быть что-нибудь поднимешь Я знаю А так для рыбалки Сразу в мусорное ведро А да и тёщам они носят Как сережки эти блесны Хорошо Извини Ну в общем Специальная экипировка И как же я думаю Ну вот 160 килограммов Как это? Ну это же Это два человека Ты-то сумасшедший А ты можешь себе представить Что он Мало того что он длинный Так он же еще эти плоский Ваня Ты описаешь Сопротивление воды Объема Палку И из глубины И он встает тебе вот так И вот поднимай вот эту бандору наверх Я тебе говорю Здоровые мужики Очень накачанные Нереально вытащить Потому что просто не имеют мышцы Меняются Передают просто друг другу спиннинг Это такая нелегкая рыбалка Одно дело На вагу-то вытащить Вот они таскают Это вага-то что такое? Ну на вага-то Это отряд тресковых А на вагу-то рыба Рыба, да На вагу, треску Кстати говоря Со дна вот таскают Там же Во фьордах Треска И вот Ну все конечно же ждут Рекордного паутуса То есть паутус это и есть Такой вот король Ну это король Король Норвегии Паутус четвертый Король фьордов Ну вот представь Вот если вот этот стол 160 килограмм Это сумасшедший Так, друзья Значит у нас Натерта морковь У нас готов лук Зажигаем плиту Ром, я прошу прощения Давай У нас мы пока Меньше готовим Больше говорим Но разговор Это очень важный Я зажигаю плиту Зажигай Так Так Ну вот я вот так вот И надо на большой огонь На 14 Ну такой средненький Ну лучше сейчас посильнее Средненький сейчас делаем Вот так То есть вот минусом Потому что 15 Она моментально загарится Сейчас одну секундочку Рома, оставляю вас на кухне У нас короткая рекламная пауза После которой мы вернемся Вы знаете, что палтус В переводе с литовского Означает 50 граммов Мама, не бойтесь Тетя Сима Вылезайте из шифонеры Это же мой друг Вегетарианец Его зовут Коля Евгений Шварц Тень Дорогие друзья С марта первого канала У нас гостят сегодня Роман Мадянов Блистательный артист И азартный рыбак Мы сегодня готовим блюдо Которое можно назвать по-разному Мы его называем палтус В маринаде С овощами Свежее, полезное, вкусное, легкое блюдо Замечательно Правда? Абсолютно правильно Мы порезали много лука Все, много лука Рыба любит лук Морковку, конечно Морковка есть Ну вообще никогда Что еще? Значит мы прямо уже начинаем Ничего Я налил немного маслечка Наверное Оливкового Да, все верно Много не надо Потому что лучше пусть рыбка Отдает нам свой сок и овощи Так Поэтому это вполне достаточно Сейчас мы Это вкус Образительно вот так Вот я считаю, что когда вызывает аппетит Вот сама рыба уже Вот прям вот сырая Ну это изумительно Прекрасная рыба Ну что ты Палтус Это уникальный Хотя я тебе могу сказать Вань, все свежее, хорошее Не только рыба Ну допустим вот в Мурманске В Архангельске Когда ты вынимаешь Снимаешь с крючка треску Это фантастика Рома, когда вы едете На Дальний Восток Когда ты собственными руками За золотой рог заходишь Мы набрали с собой Два ведра шашлыка шикарного Набрали каких-то вареных креветок А поехали и ловили руками На самодурчик Ловили вот такую вот камбалку Ну вот прямо вот на сковородочку Как раз Самодурчик И на камбузе ребята Нам просто ее жарили В обычном масле Камбалу Ваня, забыли про шашлык Мы привезли два ведра назад Потому что мы ели только камбалу Вот я хочу сказать Вот я хочу сказать, Рома Вот вам Вот я считаю, что Вот Россия Это та страна В которой, конечно Раздолье Людям, которые испытывают Такую же любовь К рыбной ловле Все-таки Правда же? Ну, это просто Вань, ну как Ну это вариант Конечно же Релакс Уже нагрелась Может быть уже Да, релакс Конечно, релакс Теперь Вот по поводу Аккуратно Давай чуть поменьше Сейчас сделаем Сделал, уже сделал Сейчас лучок, правда, пригасит Маслечко Все, опускаем весь лук Так Вот пошел Запах Ничего темнить не надо Опускаем наш лучок Лучочек Сейчас мы все здесь Да, припускаем его Сейчас чуть-чуть Так, так, так Рыбку мы порезали Все Да? Можно выпендриваться Выпендриваться Можно поставить Вторую сковородку Отдельно Там рыба А рыба А это, грубо говоря, сделать Здесь припустить Потом из второй сковородки Опускать туда А в чем это? Ленность А почему? Не надо Не надо Ваня Не надо Мы же лентяи Мы лентяи Насик нам потом мыть вторую сковородку с тобой А Понимаешь? Понимаешь? Не надо Потом будем мыть Это без нас Ленность Ленность Все уже Надо экономить Есть одна сковородка Все Вот Вот как хочешь Так и умудрить Чтобы рыба оказалась потом под овощами Потому что когда мы начинали все это делать Я помню, что у нас была плита Две конфорки были мои А две соседи Хотя мы жили в отделе Да, и такое было Очень много Я был у друзей Просто на алках Отец с тетей Леной называли себя соседями Смех Добавляем морковочку Морковочка И так же вместе с лучком Сейчас мы ее Припускаем Припуска Пассируем Пассируем Я вот хочу Пассируем Пассируем Да Я что-нибудь придумаю Мы сейчас придумаем на выход Вот смотрите Ждите рекламы И узнаете, что означает Зачем я это сказал? Пассировать переводится С венгерского Припускать Хотят и Припускать в переводе с лавдавского Тоже что-нибудь пассировать В переводе с венгерского Все, я молчу Да Хорошо Все Что туда? Добавляем лаврусочку Я думаю, нет Чуть попозже Давай Ром, у меня вопрос вот какой У меня вопрос связанный С вашим партнером Прекрасным актером Сергеем Газаровым По фильму «Попашка» Вот мне кажется, что Я Вот действительно Я не знаю Вы до этого Встречались у Никиты Сергеевича На съемках фильма «12» Да, на «12» А до этого вы еще где-то работали Это был «12» Первый Нет Вот Ну мне кажется, что вы Вы действительно Вот в этом смысле Это совершенно невероятная находка Вы совершенно замечательно Вместе Смотритесь на экране Нет И конечно же «12» дали абсолютную Абсолютный кард-бланш Вперед Вот как вы Вы на съемках Вы где снимали фильм «Попашка»? Сережа нас спасала И на «12» спасала Где мы, «Попашка»? Где вы снимали? «Москва»? «Москва» или «Москва»? Нет, «Москва» «Москва»? «Москва»? Не важно Чуть-чуть убавляем Ну я думаю, что Нет, 6 даже Вот так 8 Хорошо Он сейчас припускается Сейчас мы туда Буквально Еще один Лаврушечка Две лаврушечки Две лаврушечки Две лаврушечки Ломаем прямо на пополам Хватит Много не надо Пусть она Сейчас даст свой запах Прекрасно Лаврушечка Ни соль Пока ничего нету Все, пока тихо Пока соль Либо же соль вообще Соль это Такая вещь Но с рыбой Это вообще аккуратно надо Нет С рыбой надо аккуратно Но тем не менее Палтус жирный Он возьмет ровно Столько, сколько надо Пересаливать, конечно Не надо Палтус хороший Пахнет Палтус вывезти Вот сейчас у нас Овощи притушились Притушились Да, немножечко Немножечко Припустились 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 Припассировались Припассировались Хорошо Припассировались Теперь, Вань Мы делаем Совершенно элементарную Везуч Так Идет рыба Чего тянуть-то? Чего тянуть-то? Рыба идет Делаем Молча Закладываем ее туда Внутрь? Как ленность Ну лень же Надо же было И старой сковородки Сейчас перекладывать сюда Может чуть побольше Тогда огонечку Чуть-чуть Десяточку Десяточку Чуть-чуть побольше Можно, да Она у вас как бы тушится Она же не жарится Вот в самый низ Не надо Чтобы она не пережаривалась Теперь замечательного палтусика Как можно плотнее Ром, я считаю вот что Если будет тогда В этом первом канале Передача, посвященная Приготовлению блюд из рыбы Я знаю, кто ее должен везти У меня нет других вариантов Я готов на это смотреть Вот я даже Мне даже не хочется ничего делать Закладываем сверху Понятно Теперь перемещаем сюда Все понятно И освобождаем местечко Просто-напросто Для следующего кусочка Кладем его Укладывай Плотнее не бойся Потому что Он немножечко Уварится Упарится Да? Да, конечно Но самое главное Чтобы он у нас лежал Очень плотненько Берем Отсюда Перекладываем лучок У нас сюда Так Освобождаем Следующее местечко Для рыбки Так Укладываем сюда Центр Сейчас перекладываем Из центра Ленивая кулинария На первом Ленивая Абсолютно Да Ну правильно Зато у тебя Чем замечательно Еще это блюдо Когда оно будет готово Оно Изумительно Вкусное Вот такое В горячем виде Владик, Владик Ой, я знаю Какое оно Когда холодное Когда холодненькое Пустое и в холодильнике Ни в коем случае Нельзя разогревать Правильно Все Ты один раз Приготовил Как уху Выключил И все Теплое Вкусное А холодное Если вдруг А как с холодной ухой С холодной ухой Она Если хорошая рыба Ты вынимаешь Практически студию Заливное Холодное С утра Ты что Это Эх Это Кончай Кончай Ты чего Вообще говоришь Что такое Вот здесь То же самое Поверь мне Вот Не доел Не докушали Осталось Крышечкой Накрыл Остыло Либо На Балкон Я не знаю Погреб Или есть Если остыло Совсем Можно в холодильник Лучше не перекладывать И холодное Поверь мне Это ничуть Не хуже Чем горячее Или теплое Всю-всю рыбку Укладываем Всю Плотненько Плотненько Всю рыбочку А вот это свернул И вот туда еще Сейчас свернем Вот сюда Давай дурочка Залезай туда Так Теперь распределяем Наши овощи Сверху Так И что же Крышечка Небось нужна нам Теперь Надо бы Крышечку Чтобы рыбка Дала сок Хочешь Можем Чуть-чуть Подожди Сейчас давай мы сделаем Вот что Давай мы чуть-чуть Так Придавим Так Не надо какой-нибудь Груз сверху Нет, груза не надо Потому что папа у меня Когда такое блюдо Готел Он меня сверху Ставил в лыжи И я стоял На плите Так Вот теперь А папа говорит У нас сегодня блюдо Чуть-чуть Чукнек Называется Вот Вот посмотрите Чуть-чуть крупней соли Вот чуть-чуть Потому что Когда пойдет пар Эта соль Все равно Сама по себе Ах Фантомима Фантомима Романа Мадянова Так И перчика чуть-чуть Перчика чуть-чуть Можно Можно чуть-чуть Да Прямо такого За что Люблю Вот Когда фантазия Разыгрывается Грубо говоря Я всегда говорил Что кухня Это творческий процесс Абсолютно Все что угодно Абсолютно Ты понимаешь Какая вещь Сколько раз я Допустим Готовил это блюдо Ну наверное Одинаковых ингредиентов У меня никогда Не совпадало Правильно Конечно Потому что Ну вот были помидоры Можно добавить помидор Конечно Рыба помидор Да Можно Ну давай пока Сейчас накроем крышечкой Чуть-чуть Пусть это потушится Надо чтобы Пошел сейчас сок Хороший Да Одну секундочку Я оставлю Друзья Романа Мадянова У нас на кухне А я пока порежу Лимончик А я на секунду Друзья У нас небольшая пауза Пауза На первом канале После которой мы вернемся И вы узнаете Что пассеровать В переводе с чешского Означает Вызвать в сборную Ночевала тучка Золотая на груди Утеса великана Утром в путь Она опустилась Рано По лазури Весело играя Но остался Влажный след В морщине Старого утеса Одиноко Он стоит Задумался глубоко И тихонько Квасит он В пустыне Дорогие друзья Смарт на первом канале У нас в гостях Сегодня Роман Мадянов Изысканно порезанный лимон Сколько нежности Вы посмотрите Вот так Вот я никогда не видел Что так резали лимон Вот так Никогда не видишь Тогда Ром Могу я кое-что Для себя Потому что у нас абсолютно Рыбацкий Такой будет Завтрак Я не могу пропустить Мимо себя Вот эти помидоры Абсолютно Два помидора Абсолютно Два помидора Солидарен Вкуснее А есть у нас еще Даже просто глядя на них О О Ножи Самура Вот Все Все Вот так Вот так Серединочку Все сделаем Сейчас все Две секунды Ром Смотри У нас что творится Так Оп Молодец Ты пока Ром А есть что-то Почему вы ностальгируете В советское В советское В советском времени У меня вот есть Не знаю И что у тебя Демонстрации Я помню Входил Я помню Как перегораживали Автобусами Троллейбусами Я вот так нарезаю Ну так ты же в этом Получал Все равно находил Положительный Конечно Правильно Конечно Значит можно было Встретиться с пацанами Конечно Да А если бы Побольше возраста Значит ты умудрился От взрослых Ты сегодня на демонстрации А я помню Студентом А я помню Значит взяли Бутылочки Это там Да Со флагами И всего можно было Выжать максимум удовольствия Максимум удовольствия Выжать можно было И все Ну и на картошку Мы ездили студентами Что плохого-то И колхоз доволен И мы работаем Понимаешь И все хорошо Ладно Все, Максим Ладно Что мы говорим Действительно Ты говоришь А что не ностальгировать А что не ностальгировать Друзья Ну вот как мы можем Вот с Романом Вот так вот просто Гениально Все И туда Репчатого Репчатого туда Нашего дружка Сгрызнуть маслечком Маслечком Сейчас мы сделаем И давай петрушечки Вот так Сейчас мы делаем Лебочки Так, так, так Рыба любит петрушку, да? Допустим Сейчас можно Совершенно спокойно Сельдерейчику Несколько Пучков И петрушечки Потому что Смотри Там какой замечательный Процесс идет Так Чудный Мы опустим На лимончик Смотри Вот как-то пошел А салат-то готов А теперь мы еще Сейчас Вот так свулиганичиваем Уберем семечки Нет ничего вкуснее Чем вот этот салат Заправим оливковым маслом Немножко таким зеленым Оп Теперь берем Крупная соль Прям крупная Вот так вот щепать Щепать Соли Вот так вот Раз И перца Свежемолотого Туда Вот И вот так Это мы все сделали Все готово Ром Как у нас Совсем У нас чудесно Я тебе могу сказать Что рыбка Уже готова Серьезно? Ну конечно А у меня салатик готов Мы сейчас Мы сейчас с тобой В принципе Последние штрихи Мы добавили лимончик Специально с цедрой Потому что цедра Тоже дает Изумительный Хороший вкус Абсолютно верно Хочешь Можем добавить помидор Ничего не мешает Сейчас я сделаю Вообще Меня всегда Отец Папа мой Учил Сынок Если хочется добавить Добавь Прав Хорошо Прав отец Добавь Я тебе могу сказать Что и это не помешает Прав отец И я уверен Что Роман Меня Ну что Половиночку или целую Как порежем Да давай целиком Подожди Давай мы сейчас Вот как сделаем Чтобы потом у нас Единственное Попробовать надо Это сделать Чтобы не очень Застревало Ага Услышал Выбираем только Чистую серединку Чтобы потом Шкурка не застревала А то есть мы Шкурку наоборот Оставляем Убираем Убираем шкурку Все Это как интересно Знаете Потому что в Италии Например Наоборот Убирают все косточки Вот эти Косточки Ну это неправильно Вот и я согласен Я это и в письме Берлуску не писал Вот это убрали Роман Все я порезал Все давай мне Я сейчас Как угодно Не важно Лучше помельче Чтобы побыстрее Это сейчас растворится Все Закладываем Давай закладываем Закладываем туда Лимончик Распределяем Я со своей тарелочки Кладу Так Наши Помидорки Так Сейчас я их распределю И обязательно Сейчас с собой добавим Мне Мне во всяком случае понравилось Ты знаешь Несколько Зубчиков чеснока Несколько зубчиков чесночка Вот Ну давай Все порезай Я мелко-мелко режу Все Мелко порежь Давай я тебе помогу Он как лучок Прям вон Он свеженький Да совсем Все Тем более он сейчас Оп И туда И туда Оп 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 И эту самую Ага Сейчас Отправляю Я тут Оп Оп Все Больше ничего не режем Убираем все отсюда Роман Пока есть секунда Хотел бы проговорить рецепт Вы меня поправляете То есть мы берем Нарезаем много репчатого лука Обжариваем на сковородочке Припускаем потом Да Добавляем туда морковочку тертую С морковкой И все это Все это пассируется До мягкости Пассируется Лаврушечка Потом мы Недолго Отодвигаем И вниз под это Закладываем палтус Просто свежее Филе палтуса Порезанное Большими кусками Заложили Сверху заложили Всем этим Посолили Закрыли крышкой Стоит Перца добавили Потом через какое-то время Порезали прямо с цедры Лимончик без косточек Несколько Долечек Долечек порезан Лимончик Добавили туда Петрушечки Зелени Сельдерея С черешочками Прямо с этими Все туда добавили Потом добавили Чуть-чуть помидорки Без кожицы Чесночка Рома У нас все готово Друзья Роман Мадянов Человек Который Знает О рыбе И о рыбалке Практически все Я люфтик оставил Рекомендует Вы это блюдо Сразу не съедите Хотя оно очень вкусное Ни в коем случае Его не разогревайте Поставьте его в холодильник И получится Изумительная закуска Потрясающее Холодное блюдо Холодненькое Вкусное И так Соответствующие температуры Тому напитка С которым вы будете это есть Например Кипяченая вода Морс Дюшес А вот кусочек хлебца А спасибо А теперь друзья Тишина И внимание Прошу зафиксировать момент Ой мякушка Мякушка Роман Мадянов Советский Союз Рыбацкое счастье Поехали Поехали АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ммм И сразу палкишек Ой, а он Воздушный, Рома Ох Воздушный АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, дорогой Роман Ну что мне вам сказать Это очень вкусно Мы вас обожаем Как артиста И я могу уже сказать С абсолютной уверенностью Вот будет секунда Ну приходите в смак Самое главное Что это очень легко Никакой тяжести Никакой тяжести Это изумительно Вот это Роман, дорогой Я хочу сказать только одну вещь На днях будет Пасха Да, я знаю И мне кажется Вот эта простая еда Позволит вам Плавно перейти К непостной пище Почему мы и сделали Просто с рыбкой Но чуть-чуть Она пожирнее Дорогой Роман Я на секундочку Сейчас вот это подорвину Не просто так Не просто Наступает время Дорога Итак От нашего спонсора Корзина Цейлонского Ароматного Тушистого чая Акбар Чай Акбар Неиссякаемый источник Бодрости и энергии Хорошего настроения Вот, спасибо От нашего спонсора Ножи Самура Японские керамические ножи Которые не требуют заточки Да, прелесть Я уже поработал Вот Поработайте еще Ром, ну и наконец Поскольку вы готовите Любите От нашего спонсора Для вас Набор фантастических средств От Топхаус Который позволит вам Держать всю вашу кухню И все, что на ней находится В чистоте Топхаус Друзья Я хочу сказать одну вещь Если есть люди Которых мы рады видеть Всегда у нас Это Роман Мадянов Роман, мы вас обожаем Пожалуйста Приходи к нам почаще И почаще Снимайтесь И радуйте нас Роман Мадянов Сегодня с Махи Я на титуле вас покину Друзья А у нас Пауза Небольшая рыбная пауза Всех поздравляем вас С Пасхой И Смотрите нас через несколько дней Неделю И узнаете Почему Самая Редкая Но самая вкусная рыбка В Тихом океане Называется Рыбка Мадянка До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова